Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить в Испирию, ну и... Ай! О, наконец-то наш корабль нас поднял. Ну и я перезаписываю этот эпизод, потому что, как оказалось, звук с микрофона просто взял и не записался. Эй, вы не против, если я съем желе? Кэрол, думаю, что это есть только в случае необходимости. Но я постоянно думаю о том, какие они вкусные, как они тают во рту. Да-то я смотрю, у нас в последнее время стало меньше желе. А меньше их по-тихому, да? Мне так хочется, что я спать не могу. А ты хлопал, пока никто не видел? Ничего подобного. Рита, постой-ка, у тебя бессонница из-за желе? Нет, конечно нет. Придет же такой в голову. Вообще-то это не закуски. Может, они и мелкие, но изрядно дорогие. А мне не особо нравится ни вкус, ни состав. Возможно, они недостаточно изысканны на вкус для принцессы. Нет, дело не в этом. Мне они тоже не слишком нравятся. А я пристрастился к их простому вкусу. Вы просто не понимаете. Желе делают сладким и мягким, чтобы нравилось впервые всего детишкам. Хочешь сказать, что у меня детский вкус? Ну что же здесь такое? Вы же оба дети. Ну так вот, как назло. Моя звуковуха, она где-то раз в год требует, чтобы ее все-таки выключали. Иначе она просто перестает передавать звук. И именно этот раз в год я стабильно пропускаю и не проверяю, идет ли у меня запись голоса. При том, что у меня, черт возьми, ОБСка выведена на третий монитор, и все прекрасно видно, стоит голову повернуть. Ну, да ладно. На самом деле, я когда... Вот это не сюда. Так, сейчас давайте развернемся. Я когда вспоминал, где же находится Саспио, подлетел к нашему первому городу и такой, о, было бы круто зайти... Ух ты, а здесь что такое, кстати? Давайте что-нибудь, что я не видел, посмотрим. Что это такое? Что это? Может, какие-то руины? Не похоже, чтобы это построили люди. Джуди, ты что-нибудь знаешь об этом месте? Нет. Мне кажется, все это возникло естественным путем без участия людей. Видок такой, будто тут лет сто никого не бывало. Давайте для начала осмотримся. Ммм. Все эти разговоры о равновесии в мире воспринимаются с трудом. Ага. Я до недавнего времени даже за пределами столицы не бывал. А теперь мы говорим о судьбе мира. Никогда не знаешь, что тебе готовит жизнь. Разве не это делает ее интересней? Мы же не можем позволить себе быть расслабленными, как прежде. У Эстеля осталось не так уж много времени. Че это? Ну, пусть и в серьезный вид, мы проблем не решим. Кроме того, Эстель заметит, если мы будем выглядеть обеспокоенными. Но, может, и так, но... Мы не забудем того, что сказал Фера. Расслабься. Я знаю, просто... Эстель пришлось тяжелее всего. Если мы будем слишком унывать по этому поводу, и мы так не поможем. А, слушайте, кажется, нас сюда отправят потом. Поэтому пока вернемся обратно. Да, кажется, я нашел то место, которое не нашел в предыдущей записи этого эпизода. Ну, точнее, я не то чтобы искал, потому что мне времени не хватило. Я очень сильно тупил в Аспио. Ну, а мы с вами заглянем в наш первый городок, в Зафиас. И здесь, представьте себе, есть сайд-квест. Вот, мне казалось, просто в серии Тейлзов их почти нет. Но, видимо, надо просто внимательнее осматривать все места, где мы уже были. Нора, спустись ко мне. В чем дело? Наша милая Нора застряла там и не может спуститься. Мяу! 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 Рита? Ой, Нора двинулась. Эй, Рита, зачем ты мяукала? Я должна пойти за ней. А, я с тобой! Что на них нашло? Ты же не думаешь, что Рита и правда говорила с той кошкой? Да нет. Костели Рита больше не с вами. Но побежали за ними. В общем, сайд-квест довольно забавный. И хоть и коротенький, нам ничего не надо делать, по сути. Просто бегать и смотреть. Знаете, такое-то... Ну, типа, не знаю, как это описать, короче, когда ты практически в кино. Нет, даже не в кино, а у Бера Грилза на Нетфликсе, где ты изредка что-нибудь выбираешь. Ух ты, рынок фортуны. Налоги опять поднялись. Рано или поздно это скажется на ценах. Ммм. Нифига себе. Ну, здесь только самые базовые вещи есть, но их мы и докупим на всякий пожарный. Так, киска. Мяу. Нет, нет, так неправильно. Мяу. 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 Юрий, что происходит? Может, какой-то ритуал? А, она убегает. Вы видели, как кошка прыгнула? Ой, мы ее перехватим, если срежем через императорский квартал. Ясно. Эй, подождите. Эти девчонки сумасшедшие. Эй, как думаете, может, Рите нравятся кошки? По-моему, у нее от них крышу сносит. Да, слушайте, второй раз я этот квест прохожу, и второй раз забавно. А вот и императорский квартал. Эй. Эй-эй-эй. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Но, что самое странное, мы вновь с вами бежим к особняку Мордио. Это Рита. Ну, точнее, подделку Мордио, по-моему. А второе, юная леди. Идемте посмотрим. И сразу предупреждаю, обратите внимание, как кошка окажется у Карла на ладони. Мы загнали ее в угол. Мяу. Мяу. Не, она так убежит. Мяу. Откуда она взялась? Поймал. Вы видите это? Он просто... Я не знаю. То есть, если он ее держит, то, скорее всего, его средний безымянный палец немного согнут. Спасибо вам огромное. Мяу. Следите, чтобы она снова не убежала. Мяу. Что значит все это мяуканье? Я не понимаю. Почему она бьет бедного Карла? Ты молодец, Эстель. Эй, это была командная работа. Откуда ты тогда появилась, Эстель? Откуда? Я просто обошла дом кругом и пробралась через окно на втором этаже. На втором этаже? Ты вскарабкалась туда? Совсем неплохо, Эстель. Но использовать двойной охват это была твоя идея, Рита. А ты придумала зайти с черного хода? Ну, это только потому, что меня так тронул твой самоотверженный порыв помочь той милой леди вернуть ей кошку. Кто? Я? Не, я это сделал развлечение. Все хорошо, Рита, не надо притворяться. Ты хороший человек. Уж я это знаю. Нет, ты все не так поняла. Ладно, думаю, нет смысла спорить. Если Рита хороший человек, то какая же тогда Эстель? Думаю, люди могут быть хорошими по-своему. Я бы сам лучше не сказал. Вы, ребята, такие. Эстель и Рита снова с нами. Ну, я, кстати, проверял, можем ли мы без них уйти из города. Нет, не можем. Ну, области здесь. Ядро области снова на своем месте. Теперь вода еще свежее, чем была. Отлично. Кстати, Джуди ее не стала разрушать. То есть, это все-таки правильное области, видимо. Ну и славно. Что ж, а давайте попробуем повторить наш путь. Изначальный. Такой немножко ностальгический момент. Во-первых, посмотрим, пропустят ли нас через город. Это раз. Но если не пропустить, мы его просто перелетим. Но едва, посмотрим вдруг... Серьезно сейчас. Так. Ладно. Как-то кратенько. Тот последний бой был очень быстрым. Хотелось бы, чтобы всегда так было легко. Легко? Ну, не знаю, я не успел ничего почувствовать. Хотелось бы побольше действия, понимаешь? Че, жить не можешь без тумаков от какого-нибудь огромного безумного монстра? Ааа, не говори так, старик. Тумаки, это же так весело. Очень весело. Битве важнее всего. Вызов самому себе. Вызов самому себе? Ха. А мне нравится, как это звучит. Простите, конечно, я что-то не фанатею от ожесточенных боев. Они совсем не жалеют мои старые кости. Но так же еще веселее. Это с чего? А вот это ты уже сам выяснишь, старик. Пошли. Ну, как минимум, мы можем здесь быстренько осмотреться. Я думаю, все домики мы проверять не будем. Но если снаружи есть кто-то, кто в беде, мы постараемся помочь. Но помощать некому. А я думаю, мы еще зайдем с вами в город с волшебным деревом. Здесь же открыт проход теперь. Ну, просто, может, я хотел вот здесь выйти, наконец-то. Ух ты. Мы с вами смогли выйти так, как... Ну, чисто гипотически предполагалось. Ладно, пчела, давай. Уже напади на нас. Сделай это жуткое дело. Ого. А, тут их три. Ничего себе. А нам даже дают экспу. Мы даже с вами навыки смогли выучить. Ничего себе. Уклонение 2, призма, шторм. Давайте смотреть. Защитный прием. Уклонение 2. Ловкость на 10%. Хорошо. Шторм. Изменяет прием. При повторном использовании можно выучить. Пусть будет. Изменяет прием. Ну, окей. Ну, а нам совсем чуть-чуть. О, а там... Там, кстати, караван. Да? Это же тот самый караван? Кажется, да. Интересно, есть какой-то квест на то, чтобы их все найти? Эти караваны. А, ну, догнал нас страус, ничего не поделаешь. Ну, копеечную экспу дают, поэтому я даже не против. И у нас народ внезапно изучает приемы новые. Совершенно вообще неожиданном месте. Ну, то есть нам даже дали 100 опыта за это. Вот это вообще не видано. Ну, всякую фигню нашли. Действительно, караван. Добро пожаловать в приют путника. Желаете отдохнуть за 50 монет? Ну, давайте. Приятно провести время. Ее зовут Карен, кстати. Привет. Опять разглядываешь этот меч. Значит, он принадлежал кому-то, кого ты уважаешь? Этот меч принадлежал его высочеству Регину, брату императора. Регин? Тот самый король приключений, о котором ты говорил, в честь которого назван трактир? Давным-давно его высочество повел в неизведанную дали экспедицию. Их назвали экспедиционными войсками Регина. Среди участников был мой отец. Эти экспедиционные войска еще действуют? Ты не знаешь? Ты не слышал, что случилось? Прости, я не очень хорошо разбираюсь в исторических личностях. Экспедиционные войска Регина отправились на борьбу с гигантами, но всех воинов перебили. А, да, Карл что-то говорил об этом. Значит, ты решил отомстить за отца? Отомстить за отца? Нет, у меня не такая благородная цель. Если расправлюсь с гигантами, то смогу вернуться домой. По крайней мере, такой был план. Но нынче мы превратились в обычных странников. А что в этом плохого? Я должен победить гигантов, иначе мы не сможем дышать свободно. Гиганты слишком тяготят тебя, чтобы можно было наслаждаться путевой жизнью, да? Понятно. Надеюсь, вы хорошо отдохнули ночью. Удачного дня. А, мне кажется, если мы в Сейкс найдем локацию, то нам какой-нибудь квест дадут. Хм, хочешь сказать, вы победили крабаотшельника? Ага, мы наткнулись на него во время странствия и сразились с ним. Тогда благодарю. Мы сражались с ним не ради вас. Просто случайно наткнулись на него. Все равно спасибо. Прошу, примите это. Ах, обломок небес. Ладно, если ты уже отчался победить их сам. Хотя я не одобряю, когда свою работу перекладывают на других. Да ладно, не бери в голову. Странная история. Ну да ладно, идем дальше. Возможно, это некий аналог, как в Берсерии были охоты на монстров. Помните? Ну, то есть, там, правда, была прямо, ну, гильдия. А здесь просто этот чувак, видимо, в одиночку всем этим рулит. Ну, а мы с вами зайдем в Халур. Ух ты! Довольно-таки красиво и празднично. Опять же, если мы можем что-то докупить из припасов, наверное, было бы здорово... Ну, зелья от паралича нам, наверное, не нужно. Хотя оно будет висеть в рюкзаке, как бы есть же, не просит. Сколько здесь этих критий, да? Ну, типа эльфов. Опа. Непонятно. Дедуль. Дедуль, а у тебя что-нибудь новое случилось? Красное. Слишком красное. В этом году совсем плохо. В чем дело, господин мэр? О, вы вернулись. Что-то слишком красное? А, просто в этом году цветы слишком насыщенного оттенка красного. Я подумал, что проклятие невесты заточенного императора слишком сильно. Но я шучу, конечно. А кто это, невеста заточенного императора? Лет 300 назад император Бримстон IV посадил дерево на границе барьера Халлура. Последние годы правитель провел в заперти в своем замке, поэтому люди стали называть его заточенным императором. С тобой всегда узнаешь столько нового, Эстель. Но при чем тут невеста заточенного императора? Легенда гласит, что заточенный император убил свою невесту и похоронил ее под этим деревом. Его корни впитывают кровь убитой невесты, и поэтому дерево становится красным. Что? Что за... Это всего лишь легенда. Конечно, во всяком случае, дерево не может впитывать чью-то кровь на протяжении веков. Да, но я боюсь, что эта страшная сказка разойдется по округе, и никто не захочет приезжать в наш город. А вам не кажется, что тогда рассказывать ее путешественникам вроде нас не слишком хорошая идея? Я... Ой-ой-ой, ну ладно, забудьте об этой истории, хорошо? И как нам забыть такое? Если вы не забудете, невеста заточенного императора затаит на вас злобу. Хватит! Ну вот опять, вы только подкрепляете легенду. Ой-ой-ой. Эта история не может быть правдой. Хм-хм-хм. Так, ну, было бы здорово, если бы вот эта штука могла иметь некое развитие событий. Ну, сейчас посмотрим. Если в городе кто-то активизируется, просто прямо ходить и протыкивать всех непосемнену не хочется. Таверна, ночлег, а-а-па, а это что за... Это снова мэр? Дерево Холор такое огромное, но оно когда-то было лишь ростком. До этого я не замечал это место. Вообще, конечно, красивый здесь Древгород. Древгород. Ладно, нас ждет Аспио. Ну, приятно заглянуть на поля былых сражений все-таки. Потому что нас, ну, какие-то ностальгические воспоминания ждут. Это уже почти что 50-й эпизод. Как бы в игру мы успели поиграть. Сегодня опять бы долгий день. Давайте будем искать его уже завтра. Поддерживаю. Я уже забыл, когда спал, нормально постели. Ну, думаю, все могут остановиться у меня. Постойте. Сначала мне нужно кое-что сделать. Ты имеешь в виду меня? Кэрол! Это разборки внутри гильдии. Нам лучше не вмешиваться. Я много об этом думал. Что мы должны делать, эм, как гильдия. И я осознал. Нам нужно решить несколько вопросов, если мы желаем сохранить эту гильдию. Похоже, ты решил, что нам следует делать. Мы об этом уже говорили. Самое главное — соблюдать правила гильдии. Нарушители правил будут сурово наказаны. Даже друзья или родственники. Говорят, что правила — это то, чем гильдия гордится. Да. Так вот, что я думаю. Мы все должны понести наказание. О чем ты? Я не знал, что Джудит сражается за нашу планету в одиночку. Но даже хотя я не знал, все равно я не смог помочь товарищу по гильдии. Поэтому я приму свое наказание. Юрий! Я? Может быть, ты и пытался следовать своему пути, но все равно скрывал что-то от нас. Такие поступки никак не идут на пользу гильдии. Но... Поэтому тебя тоже нужно наказать. Он перегибает палку. Правила важны. А если кто-то совершит правильный поступок, но нарушит правила, необходимы ли наказание? Если честно, я пока все еще не знаю. Именно поэтому мы должны принять наше наказание и начать все с чистого листа. И в этот момент я думал, что они такие сейчас втроем сядут, как, ну не знаю, в исторических фильмах, когда правитель сидит на коленях и фигачит себя плетьми. Ну, например, в тех же викингах, да? А вы что думаете? Не могу пообещать, что у меня не возникнет секретов в будущем. Но если дела обстоят так, если ты нам не доверяешь, то тоже ничего не поделаешь. Значит, это моя вина. А если я снова уничтожу властью, которую наша гильдия планировала использовать, это было бы нарушением правила, которое говорит, что я должна действовать в интересах гильдии. Но ты бы также действовал бы ради всего мира. Гильдии существуют не только для того, чтобы соблюдать всех правила. Думаю, мы можем закрыть на это глаза. А разве есть в таком случае смысл в твоих правилах? Ха-ха-ха-ха. Никогда не слышал о таких гильдиях. Ну, ты меня заинтересовал, это как пить дать. Не нужно так сурово придерживаться правил. Спокойнее нужно быть. Кэрол, ты просто полон сюрпризов. Я много думал о себе, о том, что мне делать. Но, наверное, я не учел, как мои действия повлияют на вас, ребят. О таком способе решения проблем я даже не подозревал. Я... Я просто хотел и дальше путешествовать со всеми вами. Я просто хотел, чтобы путь каждого из нас и путь Браво и Веспери совпадали. Хе. Такой подход мне нравится. Вот тебе ответ, Джуди. Думаю, это наша позиция. Честное слово, вы одни из самых странных людей, которых я когда-либо встречала, но... На полагаю, я смогу ужиться с вами. Ладно, тогда еще раз, Браво и Веспери, вольно. Они просто выдумывают все на ходу, да? В этом и есть суть гильдий. Ха, Дон управлял свою гильдию чуток по-другому. Но есть в этом что-то привлекательное. Браво и Веспери действительно классно. Даже хочешь присоединиться, Пати? Пока не могу. А, да, тебе же еще нужно вернуть себе память. Так что насчет наказания? А, да, чуть не забыл. Похоже, ребят, вам нужен исследователь Крития. Отдохнем у меня дома. Э, почему ты за всех решаешь? Прошу прощения, кто-то недоволен? Хе-хе, никак нет, госпожа. Нет. Нет. Мы отделились ото всех. И мне тут подумал, и знаете, вот эта вся наша шобла похожа на дачную компанию. Когда на даче не так много детей, и как бы все, что есть, объединяются. И в итоге получается, что там несколько группок возрастов как-то в одной кучке. Ну, такое редко бывает, но мне кажется, такое в принципе возможно, если действительно все очень дружные. Кэрол, ты все это время сам размышлял, что нам делать с Джуде? А, после того, как мы покинули на Дополику, мне больше ничего в голову не лезло. Я думал об этом, и о том, что ты сделал с Рагой и кумором. Правда? Приятно слышать, что ты так много о маме думал, даже когда меня не было рядом. А, сначала я не был уверен, что правильно, а что нет. Думаю, мне нужно поблагодарить Дона за то, что он наставил меня на путь истинный. Без последних слов Дона, я бы никогда не нашел ответа на вопросы, которые у меня были. Вам придется рассчитывать только на свои силы. А, я думал о том, что это значит. И я оглянуться не успел, как перестал думать о том, что правильно. Я стал думать о том, что я хочу сделать. Это помогло тебе решить, что делать с нашей гильдией. А, да здравствует новое начало. Ага, да здравствует новое начало. Ну, в этот раз мы хотя бы в город можем пройти. И вот здесь я тупил очень, очень и очень долго. То есть, есть Крита единственный. Вы ищете Мерзу? Мерзу? Это название города из легенд Крития. Это все, что мне известно. Местоположение, понятия не имею. А если бы и знал, только от этого мало, если вы не Крития. Вот. И тут я тупил, и тупил, и тупил. Пока не сделал вот так. Но на это ушло минут 15. Добрый день. Добрый день, сестра. Джудит. Меня зовут Тарт. Тебе случайно неизвестно что-нибудь о Мерзу? Я хотела бы отправиться туда. Мне нужно знать, где Мерзу находится, и как мне туда добраться. Даже если ты доберешься до города, там нет ничего интересного. А что ты там вообще собираешься делать? Разве интерес Крития к городу своих предков не веская причина отправиться туда? Это приемлемая причина, но, боюсь, мне неизвестно, где он может быть. Я уже слышала твое имя прежде, Тарт. Ты помогаешь Крите оставшимся на земле найти путь на небеса. Ты не хочешь мне говорить, потому что со мной эти люди? Наш древний закон говорит, что путь в Мерзу можно показывать лишь нашим братьям и сестрам. Значит, неважно, можно ли им доверять, а главное, чтобы они были Крития? Как минимум, этим людям можно доверять. Я спрошу еще раз. Зачем ты ищешь дорогу у Мерзу? Нечто плохое грядет в этом мире, и причиной являются власти. Нам нужно туда, чтобы узнать, что случилось в прошлом и как это предотвратить. Мы желаем помочь всем, а не только Крития. Как тебе такая причина? Ну, хорошо. Не знаю, найдете ли вы ответы на ваши вопросы, но я укажу вам путь. Прежде всего, чтобы открыть путь Мерзу, вам понадобится особый колокольчик. Колокольчик? Да, он спрятан в одной из южных пещер на континенте Гипиония. Но ведь Гипиония очень большая. Пещера расположена на побережье, где цветут красные цветы. С таким ориентиром вы обязательно ее найдете. Также дверь в глубине пещеры могут открыть только мы, Крития. Ты о чем? Не волнуйся, я позабочусь, чтобы нас пустили. И что нам делать с этим колокольчиком? Спокойно, вы люди всегда такие нетерпеливые. Как только получите колокольчик, отправляйтесь в лес Агатор. Лес Агатор? Кажется, это тоже в Гипионе, я слышал о нем прежде. Да, Святая Земля Крития находится там. Так вот где находится дверь Мерза. Если вы используете там колокольчик, дверь откроется. Есть, однако, проблема. Проблема? Да, в лесу Агатор свирепствует какая-то таинственная шайка. Мало того, что их там очень много, так у них с собой еще и странные области. Их мотивы для меня непонятны, но это, безусловно, что-то важное. Значит, если мы отправимся в Мерза, то нам придется что-то с ними делать? Именно. Нужно, чтобы вы восстановили мир на нашей Священной Земле. Ясненько. Значит, берем колокольчик, отметеливаем до бесчувствия этих таинственных ребят, звоним в колокольчик, и дверь открывается. Все верно? Правильно. Понятно. Спасибо. Пусть путь твой будет легок, сестра. И твой тоже. Давайте вернемся туда, где нас все ждут. Ага. Ну вот. Ну, мне как-то привычнее, чтобы Юрий нас возглавлял. Хе-хе-хе. Неплохо, Кэрол. Должен признаться, не ожидал снова этого слышать. Если подумать, Джуди вообще об этом не спрашивала. А должна была? Разве это проблема? Даже если ты не спрашиваешь, ответ тебе все равно известен. Вот уж не уверена. Пусть так, мы все равно останемся с собой. Если нам по пути, мы идем вместе. Если бы я так не думала, меня бы здесь не было. Так что для тебя все... А, так что для тебя все просто. Уверен, это прекрасно, это понимаешь. Товарищи всегда думают одинаково, да? Хорошо, давайте вернемся к остальным и будем дальше планировать наше путешествие. Узнали что-нибудь? У нас есть наводка на место, называемое лес Сагатор. Я уверен, что это на западе Гиппионии, к югу отсюда. Значит, Мьорзо находится в этом лесу? Нет, только дверь. Что? Дверь в каком смысле? Там дверь, которая ведет Мьорзо. Нам сказали, что колокольчик, открывающий дверь, спрятан на пещере на побережье в Гиппионии, где цветут красные цветы. Быстрее всего будет просто отправиться туда и проверить. Сначала дать отдохнуть. Возможно, перед отправлением немного отдохнем, но особого выбора у нас нет. Ладно, тогда я похожу по городу и поищу подсказки, которые приведут к сокровищу. Эй, постойте, лучше... Надо же, уже убежала. В любом случае, как только немного отдохнем, отправимся искать эту пещеру в Гиппионии. И у меня есть ощущение, что вот то, что мы нашли в самом начале эпизода, это та самая пещера. Так что, возможно, мы немножко опередили события, но мы туда заходить не стали, так что все окей. Ну что, Патти, узнала что-нибудь насчет звезды морей? Там было много книг, но ни одной о Байфреде. Еще бы, в этом городе книги только о властях. Ну ладно, похоже, придется искать подсказки вместе с вами, ребят. Ты только что назвала имя Эйфреда. Что? Эй, ты та девочка, которую считают внучкой Эйфреда? Ты не признаешь и не отрицаешь этого, значит, это, скорее всего, правда. Интересно, значит, ты внучка того мерзавца, который покрыл позором гильдии. Ха, она вид обычная соплячка. Чего молчишь? Не можешь даже защитить собственного деда? А, да, ведь есть вещи, в защите которых нет доводов, верно? Если учесть, сколько гадостей он наделал. Как вы можете говорить такие ужасные вещи? Как? Да ведь это ж правда. Эй, подождите, вы должны быть новые члены гильдии Клык Сирены? Мы, Бравая Весперия. Бравая Весперия? Какое смешное название. И что же это за гильдия? Ну, в общем... А что, если мы расскажем, вы предоставите нам хорошую роботинку? Для мутных типов, вроде вас, связанных с Айфродом, у меня нет работы. Бравая Весперия, бесполезные отбросы, вроде вас, только очерняют честное имя гильдий. Вы бесполезные отбросы, очерняющие доброе имя этого города. Ты... ты Рита Мордио? Похоже, с прошлого моего визита здесь появилось намного больше грубиянов и ничтожеств. Ну и ну, несладко мне придется, если кто-нибудь подумает, что я как-то с вами связан. Пора отсюда убираться. Подождите! А? Ты что-то еще хотел сказать? Нет. Ну, что нам делать? Я уверен, что этот тип начнет распускать слухи. Мне все равно. Если бы подобные вещи могли уничтожить нашу гильдию, нас бы не стало уже давно. А? Пусть себе люди говорят то, что им хочется. Я. Мы же вроде собирались на побережье в Гипионе, где цветут красные цветы. А, да. Тогда идем? Патти теперь в команде. Что ж. Ну, давайте, наверное, покинем город уже в этом эпизоде. И сразу же практически воспользуемся возможностью сохраниться на карте мира. Разговорчиков нет, странно. Ну вот. А на этом я вынужден с вами распрощаться. Посему спасибо Миша Лебедева, Миша Фомино, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову, Вода Хармсу, Алексею Смирнову, Просто Эду, Сергею Кайну, Рокке Бальбову, Антону Церу, Брату Монзо, Серджу, Атерадору и Фёсту, КДВ-45, Русы, Дарьи Кравчук. За то, что продолжают поддерживать канал. Всем вам огромное спасибо, что заходите, смотрите эти прохождения. Ну и увидимся завтра. А пока на этом все. Всем удачи, счастливо, до встречи. Пока-пока.